Село Витязева городского округа Анапа, окруженное с одной стороны Лиманом, а с другой Черным морем, стало первым местом среди многочисленных объектов, которые посетили журналисты из разных городов России в рамках информационного тура, организованного Министерством курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. Главной достопримечательностью Витязева или Маленькой Греции, как еще принято называть это местечко, по праву признана подворье старого грека. Об эллинах, которые когда-то жили на этой земле, здесь напоминает буквально все. Фрески на стенах, кариатиды, малые архитектурные формы и, конечно же, бюст Афины Паллады, встречающий гостей у входа на территорию винодельни. Ее владелец Валерий Асланов, кандидат технических наук, чемпион Европы по цюдо и чемпион СССР по самбо, долгие годы был главным виноделом на местном заводе, а недавно принял решение выпускать вина под собственным брендом. В 2013 году Валерий Ставрович был признан лучшим гаражным виноделом. Работники подворья старого грека с удовольствием рассказывают туристам, осуществовавший на его месте прежний винодельник, который они своими стараниями превратили в небольшой музей. Фактически здесь в те времена стояли бочки внутри духовые. Здесь происходило поражение вина. И дальше гравитационно вниз опускалось вину уже бочки на выдержку в подвал. Греки были знатными виноградарями, а Краснодарский край, на месте которого много веков назад существовало Босфорское царство, сегодня считается самым благоприятным местом для выращивания винограда и виноделия. Поэтому не случайно подворье старого грека признана лучшим объектом винного туризма Кубани. За оплату в 500 рублей здесь можно познакомиться с процессом производства вина в современных условиях, на высококачественном оборудовании, а также научиться правильно употреблять этот божественный напиток. Первая дегустация – это глаз у нас, первый этап. Мы должны посмотреть вино, на свет поставить. Можете взять белую салфетку, приложить, чтобы конкретно его увидеть цвет. Выдержанные белые вины всегда имеют золотистый или светлосоломиный оттенок. Если цвет в порядке, то далее нужно наклонить бокал, чтобы вино в нем находилось под углом в 45 градусов. Что мы рассматриваем? У нас в бокале не должно быть никаких примесей, вообще ничего. Может быть, у красных вин осадок, но изначально вы его все равно не увидите. В примеси нет, вино прозрачное. Но если заметили на стенке бокала пленку из примесей, то такое вино, скорее всего, испорчено, и его не стоит пить. Поставили бокал ровно. Теперь у вас, где был язык вина, вино начинает стекать. Это называется либо слезы вина, либо ножки вина, либо арки. Все по-разному называют, но это одно и то же. Чем моложе вино, тем быстрее оно стекает на дно бокала. После визуального осмотра следует ощутить аромат напитка. В нем не должно быть запаха уксуса. Если таково чувствуется, значит, вино начало заново бродить в бутылке. Такой напиток тоже не стоит употреблять. Также не стоит пить вино, если чувствуется запах затхлой тряпки. В этом случае оно больно пробковой болезнью. Далее следует напитать вино кислородом и только после этого уже пробовать на вкус. И теперь делайте глоток, глоток, глоток вина прокатываете от начала языка до конца. Возвращайте справа налево, слева направо, под язык, на небо и сполоснули зубы. Если у вас еще получится захватить при этом кислород, губы трубочками, то вот это для того, чтобы вино раскрылось. После этого вы вино глотаете. Вооружившись полученными знаниями, при посещении любой другой винодельни Краснодарского края вы сможете удивить ее хозяина своими навыками заправского дегустатора. К тому же предприятий по производству вина различных видов и сортов здесь предостаточно. Например, усадьба Семигорье. Ее владелец Геннадий Апалин занял второе место на первом открытом международном конкурсе производителя гаражных вин, прошедшем в Новой Зеландии. У его винодельни свои секреты производства вин. Виноград проходит через насос, через толстый шланг, и мы собираем уже в фильтр пресс. Он такой у нас ручной, деревянный, на 50 литров. Мы в него собираем, сок мы примерно собираем на 50%, от процентов отжимаем. Сок самотек, но мы его не отделяем от выжимки. И сразу где-то на 30% отжимаем, чтобы горечь не кожится, в общем, косточек не попало в вино. Каждый виноградарь гордится своим трудом, но не только искусством производства вина запомнились древние эллины нынешним жителям Анапы. На территории города был обнаружен греческий полис Гаргипия, вокруг которого сегодня существует археологический музей-заповедник. Его старший научный сотрудник Валерий Сотник с легким южным юмором провел для журналистов краткий экскурс в историю Босфорского царства в целом и Гаргипии в частности. На пепелище древнего Синского города из столицы Босфорского царства у полиса Пантикопей приезжает человек по имени Гаргип. Это брат царя Левкона I, сын известного царя Сатера. И здесь, на пепелище древнего Синского города, строят уже новый только греческий полис с его улицами, кварталами, дорогами, площадями. И впоследствии этот полис и называется Гаргипия в честь человека, который его основал. С этого момента полис и входит в состав Босфорского царства. Греки были великолепными творцами жизни, но не очень важными политиками. Поэтому в 2039 году нашей эры племена Готов с Балтийского моря стали нападать на их города. Большие полисы откупились от набегов, а малые, такие как Гаргипия, сгорели и были разграблены. Греки попытались их отстроить, но в 4 веке племена гунов, пришедшие с востока, поставили жирную точку в присутствии эльнов на северном побережье Черного моря. Пришли, разграбили, подчинили, напоследок решили поправлять древними городами, но ничего из этого хорошего не получилось. Вот вам наглядный пример, как безграмотное руководство приводит к развалу некогда могучего, большого, великого царства. На территории музея есть не только останки Гаргипии, но и так называемого склепа Гераку, датированного 2-3 веками нашей эры. В нем были обнаружены фрески с подвигами мифологического героя. Склеп был полностью заполнен водой, сквозь толщу воды проявлялись такие яркие картины, но когда вы выкачали воду, стены высохли, они покрылись толстым слоем известкового налета. Вообще ничего видно не было. Чтобы увидеть эти фрески, надо было кистью мокрой промазывать, и тогда они проявляли. К настоящему времени отреставрировано 9 фрагментов росписи. После возвращения фресок склеп будет восстановлен и станет еще одним объектом музейного показа. Что еще поражает в Анапе, как в курорте, это его необычайная зелень улиц и дворов, а также наличие хороших санаториев. Как утверждают местные экскурсоводы, в них можно лечить любые болезни.